можно ли здесь поставить на самом деле конечно потому что если бы его можно было здесь поставить то вы нашли бы число сочетания из трех по единице как сумму числа сочетания из двух по нулю и числа сочетание а если вы сложите вот эти выражения то очевидно это не получится однако ребята не настолько уж они далеки как вы считаете вот так если на стенку посмотреть каким образом отвечает что называется вот это от этого да мне кажется что она не нужна намножить на кул это хорошо будет вот пока непонятно а можно титул и убрать вообще не убрать правда хорошо давайте с этим вопросом вот у что называется интересно из трех по одному из трех по одному это один плюс в квадрате из трех по двое это тоже один один плюс ку в квадрате а здесь да надо умножить на квадрат то есть вот такое соотношение точными из четырех по двое это из трех по одному плюс квадрат или может здесь надо умножить на число сочетания из трех по двое ну слушайте а может быть мы не будем что называется так уж страдать по этому поводу может быть мы просто вспомним собственно говоря как доказывалась формула без фу повторяюсь фу она просто неверная да но без фу она верна если я так вот вспомнил как она доказывалась и посмотрим и у нас все получится есть рад а то я вам сегодня рассказывал комбинаторная когда вы смотрите на н предмет и говорить что его либо взяли другое доказательство смотрите каждая следующая строчка вообще-то получается умножение предыдущий согласно отлично а давайте в таком случае а давайте сделаем напишем а а в степени н с коэффициентом число сочетания из н по нулю да плюс вот куда я тебе тебе дать плюс число сочетания из н по единице а в н минус первой б плюс и так далее и так далее вот здесь еще важно в какой-то момент будет число сочетания из н по к минус единице с в степени сыр но а в степени минус единице что пусть выплат все имеют см участвовать Сейчас вот это вот должно умножать на A плюс B. Мы это все должны умножать на A плюс B. При этом нас интересует то место, где появится A в степени N. Нас интересует то место, где будет B в К плюс первой степени, а A будет в N минус К. Ну где это будет, конечно, да? Откуда оно могло вообще явиться? Откуда может появиться B в К плюс первой степени? Понятно? Откуда? Здесь где-то было слагаемое число сочетаний из N по K плюс 1, A в степени N минус K минус 1, B в степени K плюс 1. Такое слагаемое было. И вот если мы это слагаемое умножим на букву A, то мы получим вот это. Отлично. И еще может быть так, что вот это слагаемое мы умножим на букву B и тогда мы тоже получим вот это. Ребята, а ведь все на самом деле просто. Итак, вот это умножаем на B, получается число сочетаний из N по K и вот такой коэффициент. Все, это получилось. А вот это слагаемое надо умножать на A. И это хитрая штука. Потому что при умножении его на A вы должны... Q в степени K плюс 1. Что? Q в степени K плюс 1. Да. Коэффициент по очереди. Вы должны взять Q в степени K плюс 1. И тот самый коэффициент, который вот здесь написано. Число сочетаний из N по K плюс 1. Вот. Вот. Таким образом мы можем записать соотношение, которое удовлетворяет нашему примеру. Оно, правда, получается не очень красивое, но с другой стороны, ну какое есть, пишу. Число сочетаний из N плюс 1. Да. У меня из N плюс 1. По чему? По K плюс 1. Это есть число сочетаний из N по K. Да. Число сочетаний из N по K. Плюс Q в степени K плюс 1. Ребята, и вот здесь еще я должен сказать на самом деле одну вещь. Вообще-то это можно было умножать на A плюс B с другой стороны. Результат был бы абсолютно такой же. Потому что A плюс B умножить на A плюс B плюс 1. Это и есть A плюс B плюс 1. Но при этом у нас дописывалась бы буква A спереди, а не сзади. Давайте подумаем, к чему это все приведет. Вот если здесь вот у нас есть слагаемое, да, какие расслагаемые, вот вот эта слагаемая. Если к нему спереди, сейчас, если к нему спереди приписать букву A, что тогда получится? Нет, к нему надо дописывать букву B. К нему надо дописывать букву B. К нему надо дописывать букву B. Ну и там получается коэффициент Q в степени N минус K. Отлично. Пишу. Значит, с коэффициентом Q в степени N минус K идет число сочетаний из N по K. Хорошо. А вот к этому надо дописывать с береги A. Правильно? Значит, здесь будет число сочетаний из N по K плюс 1. Ну, в принципе, можно было, скажем, здесь не писать не K плюс 1, а K так довольно красиво. В общем, ребята, в любом случае закон не доказали. Оказалось, что он отличается от привычного нам закона для число сочетаний. К. Отличается он тем, что возникает множитель. Как Q в некоторой степени. Ну, на самом деле, то есть, Q хуже, конечно, но можно терпеть. Формула пока еще не стала уж слишком страшной. Давайте тринемся дальше.